МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели в студии. Алексей Гончаренко в этом выпуске. Первое весеннее ЧП с сельскохозяйственным уклоном. В одном из некогда передовых хозяйств пассивная под угрозой срыва. Его работники не получают зарплату предприятия на грани закрытия. Чудеса да и только в одном из сел Хакасии иконы меняют цвет. Свидетели удивительного превращения в сами хозяева икон. Она была черно-белая. Прошло время, Господь это выявляет нам чудо. Черно-белая икона появляется цветная икона. Постройки из бутылок так же функциональны, как и те, что сделаны из обычных стройматериалов, доказал это житель Аскизского района, когда опробовал бутылочную баню. Совсем редко. На страховые компании в Хакасии напишут жалобу в Москву в общественном совете при антимонопольной службе считают, что иначе автогражданка для автовладельцев будет недоступна. Федералы всех страховых компаний отказываются заключать договор о страховании. Хоккейный клуб Саяны Хакасия планирует выйти в высший дивизион отечественного хоккея с мячом, а пока команда примет участие в чемпионате по футболу. Интервью нашей программе дал главный тренер Виталий Лозицкий. На этой неделе в республике превышен абсолютный температурный максимум. Сразу на 8 градусов. Новая рекордная отметка на уровне 24,6 градуса продержалась три дня. Раннее резкое потепление обернулось первым ЧАЭС. На реке Таштыб рядом с деревней Анчул образовался ледовый затор протяженностью 1 километр. Возникла угроза подтопления, о чем таштыбские власти срочно сообщили спасателям. На место оперативно выехало руководство Республиканского управления МЧС, а также руководители профильных министерств. Несмотря на то, что перелива воды через дамбу не было, а само сооружение в целости, за ночь в Анчул доставили тяжелую технику дорожников и лесников для наращивания дамбы. Деревню и литовый затор разделяли всего 200 метров. Поэтому сельсовет решил ввести режим ЧАЭС, чтобы местные жители были на чеку и в случае необходимости были готовы к эвакуации. Ситуацию держали под контролем и все обошлось. И синоптики уже не прогнозируют большого тепла. В ближайшие дни температура воздуха будет в норме, свойственная апрелю. Местами ночью до минус 5 градусов, днем в пределах 15 со знаком плюс. Никакие погодные условия не пугают агрария в сельхозпредприятии Очурское. От засухи или заморозков урожайность там не будет зависеть, просто потому, что пассивной может и не быть. У акционерного общества серьезные финансовые трудности, а для большинства сельчан хозяйство единственный источник дохода. Деревня полнится слухами, что техника в поля не выйдет. Якобы нет средств на закупку горюче-смазочных материалов и для семян. Для поселкового бюджета это будет серьезный удар. Очурская основной налогоплательщик в управлении сельского хозяйства о том, что предприятия на грани банкротства знают. Говорят, паниковать пока рано. Молочное поголовье сохранили. В администрации района провели совместное совещание, на котором решали данную проблему. В настоящее время рассматриваются разные варианты оздоровления финансовой обстановки в хозяйстве. Ведутся поиски потенциальных инвесторов. Возможно, таковым будет генеральный директор ООО «Аршановская». Конкретно говорить, значит, сейчас преждевременно, но этот вариант возможен. Будет сеять либо это за ООО, либо кто-то, который возьмет на себя роль потенциального инвестора. Но в поле поедем. Руководитель хозяйства Очурского Валерий Ревенко сохранить предприятие надеется сам. От комментариев пока отказывается. По телефону он пояснил, что в прошлом году предприятие недополучило субсидий. Около 4 миллионов рублей, а на них сильно рассчитывали, поэтому выросли долги по кредитам. Сегодня ведутся переговоры с банком об отсрочках выплат. В страховых компаниях в республике, возможно, проведут проверку федеральные надзорники. Ее инициирует общественный совет при антимонопольной службе. На этой неделе члены совета приняли решение обратиться в федеральную службу страхового надзора с письмом следующего содержания. В республике Хакаси сложилась критическая ситуация в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Организации, предприниматели и жители республики не могут оформить страховые полисы ОСАГО. Филиалы всех страховых компаний, предоставленные территорией субъекта Российской Федерации, отказываются заключать договор о страховании автогражданской ответственности, селаясь на отсутствие дефицит бланков страховых полисов. Члены общественного совета считают, что отсутствие бланков – это отговорки, что таким образом клиентов вынуждают соглашаться на дополнительные услуги. Для тех, кто соглашается на условия страховщиков, бланки находятся. Члены совета и сами попадали в такую ситуацию в страховой компании ВСК. Специалист мне сказал, что дополнительное, добровольно-обязательное страхование на получение травматизма в размере 800 рублей, и без этого ОСАГО мне не дадут. Представители трех страховых компаний из десяти приглашенных в антимонопольную службу отрицали все выдвинутые в свой адрес обвинения и единодушно изложили позицию, что работать по страхованию автогражданской ответственности невыгодно. 12 месяцев прошлого года, собрав 50 миллионов рублей в сбор упало, окончательную прибыль зафиксировало на уровне 9178 рублей. Страховщики жалуются, что львиную долю доходов отнимают юристы-мошенники, искусственно увеличивая вдвое, а то и больше, сумму страховки по ДТП. Существующие пять видов оценки ущерба позволяют это сделать. Приезжает на место ДТП так называемый автоюрист и говорит, сколько тебе надо на восстановление данного автомобиля? 30 тысяч рублей? Хорошо, на тебе 30 тысяч рублей, я у тебя выкупаю данное ДТП. Он обращается в суд, соответственно предоставляя экспертизу, сделанную непонятно немножко где. Эта экспертиза составляет как минимум 70-80 тысяч рублей. Страховщики предлагают самый простой способ увеличить тарифы по ОСАГО, не особо желая решать другие вопросы, которые сказываются на нулевой рентабельности. А повышенный тариф не решит проблему юристов-мошенников. Автовладельцы по-прежнему будут работать на их карман, только платить станут больше. А пока, если отказывают в оформлении страховки, то на имя руководителя страховой компании следует писать заявление и его регистрировать. Вопрос должен решиться в трехдневный срок. Возможно, ситуацию изменит и жалоба московским надзорникам. Но вот зато и без проблем можно получить главный правовой атрибут водителя. С 1 апреля в Хакасии, как и по всей стране, началась выдача водительских удостоверений нового образца. В них будут указаны новые категории, а также появятся подкатегории. Теперь необходимо иметь разрешение на управление мопедами, скутерами, легкими мотоциклами, квадроциклами и трициклами. Всего 16 категорий и подкатегорий, и все они указаны на оборотной стороне удостоверения. Собственно, в этом и принципиальное отличие новой карточки. В остальном права ничем не отличаются от тех, что выдавали раньше. При этом никакого массового обмена прав не будет и спешить их менять не стоит. Замена водительских удостоверений производится по окончании срока его действия. До этого срока менять смысла нет никакого. Все категории действий подкатегории, соответственно, которые сейчас введены. В автошколах пока работают по старым программам, новые еще не введены. Но права выдают нового образца. И единственное отличие в том, что в удостоверении указывается на автомобиле, с какой коробкой передач обучались курсанты и сдавали экзамены. Если кандидат водителя отучился на автомобиле с автоматической коробкой передач и сдает экзамен именно на автомобиле с автоматической трансмиссией, в правах есть соответствующая отметка АТ, которая не дает ему право управлять транспортными средствами с механической коробкой передач. Движение на автомобиле без соответствующей категории приравнивается к управлению без водительского удостоверения и применяются соответствующие санкции. В то же время сдача экзамена на категорию с механической коробкой передач дает право на автомобиль с автоматической трансмиссией. В очередь на прививку выстроились десятки лошадей, когда ветеринары посетили деревню Кайбалы в Алтайском районе. Там они открыли весенний сезон обработки сельхозживотных. Вакцинация позволит защитить их от опасного заболевания, которое переносят клещи. Территория этого конехозяйства сегодня превратилась в поликлинику под открытым небом. С раннего утра ветеринары принимали лошадей. Очередь образовалась немалая. Ожидание для некоторых ретивых пациентов оказалось мучительнее, чем сама инъекция. Во время этой обработки животных ветеринары убили сразу двух зайцев. Взяли кровь на бруцеллез, сап, подседал и привили против опасного недуга. Без профилактической вакцины лошадь может погибнуть. Начинает клещ вылазить, а он разносчик очень многих заболеваний. В частности, очень сильно болеют лошади, пероплазмоза. Кровепаразитарные заболевания, эритроциты поражаются, кислорода в крови не хватает. Елена Лутургашева на прививку привела сразу двух питомцев – малыша и дюшес. С ветеринарами лошади, своего рода коллеги, тоже лечат, но только детей, страдающих церебральным параличом. Поэтому при виде шприца ведут себя сдержанно и серьезно. Клещи есть у нас в Хакасии. Тем более неприятно, когда они на тебя перепрыгивают, а уж тем более на моих детей, если не дай бог перепрыгнут. Поэтому да, обязательно прививки. А эти лошади необъезженные, дикие. Человека с иглой в руке боятся, как огня. С таким стадом пришлось справляться силой. Усмирить 30 канематок мог только сам хозяин. Которые бешеные, аж глаза. Большие делаются, страшно просто. Если прилетит, так прилетит. Страшно. Через месяц лошадей вновь ждет прививка. Только уже против сибирской язвы. А вот от бешенства пока вакцинировать не планируется. Случаи этого заболевания в районе не фиксировались уже несколько лет. Кстати, уже в апреле начнут брать кровь и у крупного рогатого скота. В первую очередь на лейкоз. В 2008 году вот хозяйство у Алтай у нас было неблагополучным. В 2009 году мы открыли пункт в ООО Аршановское. Но ООО Аршановское мы сейчас благополучно закрыли этот пункт. Надеемся, в этом году у Алтай тоже по лейкозу закроем. В частных подворьях случаи заболевания все же иногда фиксируются. Прививки от лейкоза нет, но не дать болезни распространяться можно. Коров нужно регулярно приводить на обследование. Тем более, что делается это бесплатно. Наталья Гормашова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. В Хакасии появился человек, которого прозвали Зебрамен. Он объявил себя защитником прав пешеходов. Он пытается привлечь внимание к проблеме, когда пешеходы по вине водителей гибнут на дорогах. Где были трагические случаи, Зебрамен на асфальте наносит специфические силуэты и надписи. Либо как-то по-другому пытается заявить о себе и о заявленной проблеме. По его мнению, власти ее не решают никак. Но вот дорожники хотят, чтобы Зебрамена оштрафовали за рисунки на асфальте. Они это расценивают как порчу имущества. Еще один случай к гибели на дороге. Ну что, власть, не шевелимся? Давайте хоть поменим. Но раз вы такие занятые, я сделаю это за вас. На этой неделе Зебрамен возложил венок к месту, где в выходные на трассе погиб пешеход. На венке пять ленточек, якобы от ГИБДД, прокурора, мэра, губернатора и депутатов Госдумы. Напомню, что человек в маске Зебры впервые стал известен всей республике после того, как в ночь с воскресенья на понедельник обозначил в Абакане места, где в ДТП гибли или были покалечены пешеходы. Рисунки появились возле Абаканского дворца молодежи, на улице Некрасова, возле культурно-досугового центра Южный, по дороге в поселок МПС и в микрорайоне Полярный. Кстати, активисты инициативной группы «Право на жизнь» собрали уже больше четырех тысяч подписей под обращением за ужесточение наказания пьяным водителям. Этого достаточно для продвижения инициативы в Верховный Совет Хакасии. А в ближайшее время представители группы планируют встречу с руководством МВД и республиканской ГАИ, чтобы и они со своей стороны посодействовали решению вопроса. Очередное страшное ДТП произошло в пятницу. В пригороде Абакана погибла семейная пара. По версии очевидцев, их погубил нетрезвый водитель. Черный ленд-крузер с модными номерами и с пропуском на лобовом стекле, на котором было указано управление делами президента, двигался, по словам свидетелей, по полосе встречного движения. При том, что на этом участке трассы Абакан-Черногорск полосы для движения разделяют широкий газон и бордюрные ограждения. Автомобили, ехавшие по своей полосе в сторону Черногорска, вынуждены были как-то выруливать, чтобы уйти от столкновения с несущимся им навстречу джипом. Машины разлетались буквально в разные стороны. Семейная пара, водитель 1955 года рождения и его супруга 1956-го уйти от столкновения не смогли. Они погибли на месте. Находившийся за рулем внедорожника мужчина и два его пассажира остались живы. Им до приезда медиков помощь оказывали очевидцы этой жуткой аварии. Вот буквально доля секунды, встречный свет, он перелетел там и летел по встречке. Он как дал его. Ну, скорость приличная была у него. Он как его дал и отлетает и на меня. Ну, я по максимуму на обочину просто съехала. Я остановилась и бегом сюда. Ответ на вопрос, как внедорожник оказался на встречной полосе, даст следствие и показания очевидцев. Также придется разобраться не столько в том, кто владелец джипа, сколько в том, кто в момент аварии был за рулем. По предварительной информации, во внедорожнике находились сотрудник юридического отдела налоговой службы и председатель Федерации профсоюзов Хакасии. Все подробности и новая информация в завтрашних выпусках программы «Вести Хакасия» на телеканале «Россия». Это программа «Вести Хакасия», события недели, и мы продолжаем. В России последние несколько лет массово обновляются и мироточат православные иконы. Волна докатилась и до Хакасии. В нашу редакцию позвонила жительница республики и рассказала о подобном чуде. Опасаясь ажиотажа, женщина попросила не называть ее место жительства. Сегодня в дом к ней приходят только родные и близкие, знакомые. Пригласила она и нашу съемочную группу. В дом к Наталье Серафимовне мы приехали по ее настоятельной просьбе. Женщина уверяла, практически все образа так или иначе изменились. Большая часть икон полиграфические, по сути бумажные. Но со временем они стали менять цвета. К примеру, эта икона. Она перешла к Наталье от прабабушки в 97-м году. Она была черно-белая. Но вот прошло время, и Господь объявляет нам чудо. С черно-белой иконой появляется цветная икона. Объяснить это явление не могу. Вот Михаил Архангел тоже начал мироточить. Вот посмотрите, вот видите масло. И вот на обратной стороне проявляется. Эта икона совсем бумажная, простая иконочка. Видать, по моим скорбям, по моим всем этим. Я не могу тоже объяснить. Нашлись и сторонние свидетели удивительной метаморфозы. Они даже попытались запечатлеть происходящее на видео и фото. Вот руки розоветь, вот шея, вот глаза. Вот у него стало еще темнее. То есть рука вот вообще прям живая стала. Я свидетель, вот я тоже как бы в плане науки вообще вот так вот. Ну и как бы раньше вообще атеистом был потом, как бы ну православный, надо верить, верю. Зашел вот спонтанно, да, тетя Наташа вот так. Она вот посмотри, ну посмотрел вот действительно вот так вот, что розовеет вот он на глазах вот так вот. Со слов хозяйки квартиры изменились не только иконы, но и старинный крест практически полностью очистился. Изображение на маленьком календарике, привезенном из монастыря, проявилось с обратной стороны. Знакомые, с которыми нам удалось поговорить, все как один уверяют, иконы помогают тем, кто приходит помолиться в дом к Наталье. Вечером мы пришли, ну вот вдвоем к Наталье Серафимовне, стали молиться, просить каждое свое. Пришли домой и на следующее утро говорят, как я хорошо себя чувствую. Вот такой был случай. То, что люди идут к иконам Наталье, отчасти объясняется тем, что в поселке нет полноценного храма. Вот и заполняют люди вакуум. Хотя официальная церковь не одобряет таких собраний. Кстати, Наталья говорит, что с ней проводили беседу и настаивали, что иконы лучше бы отдать в храм. Чего делать женщина категорически отказывается. Пока я живу, я не передам ничего, потому что это мое лекарство, это моя жизнь, это мое спасение. Я знаю, что если я сейчас отдам хоть одну икону, я просто умру, я погибну. Такое собственническое отношение к возможному чуду вызывает, конечно, ряд вопросов. И делает невозможным его официальное признание. Явление должна изучить специальная комиссия, созданная в епархии. Должен быть для начала хотя бы зафиксирован факт, что это не просто одна бабушка была в одном селении и говорила, что там. То есть такое не годится. Должно быть действительно засвидетельствовано, что этот факт имеет место. Впрочем, доказательств самой Натальи, похоже, не требуется. В истинности своих чудес она не сомневается. А единственное желание – получить ответ на вопрос, к чему все это. Такой вопрос задавал себе, наверное, каждый, кто услышал многочисленные сообщения в СМИ о все новых удивительных фактах. Даже в нашей республике история с обновлением далеко не первая. В Усть-Абаканском храме пару лет назад на старинной деревянной иконе стали проступать, казалось бы, давно утерянные лики святых. Событие вызвало ликование прихожан. И все, как и большинство рядовых жителей, уверены – это добрый знак. Ну, наверное, хорошему. Я так думаю. Будем надеяться только на хорошее. Многое становится непонятно, но многое и в многое кое-что верю. Я думаю, знак хороший. Мне кажется, это испокон веков было, только мы не знали раньше. Мироточие, ведь давно эти старики говорили, бабушка у меня говорила. Это было. Только мы как-то были раньше по молодости, не понимали и не верили. Мне кажется, а сейчас больше стали верить. Официальной позиции церкви по данному вопросу нет. Как нет и ответа, с чем связаны или что предвещают повсеместные чудеса в православном мире. Священнослужители считают, проводить исторические аналогии не стоит. Я думаю, что не очень следует этим заниматься, хотя бы по той причине, что реальных фактов мы не имеем. Нет статистики, как оно было. Я тоже слышал, что перед Второй мировой войной было довольно много подобных знаков. Это действительно может иметь место. Но это все-таки область такого духовного мира, где, мне кажется, работать с научным инструментарием даже и не очень полезно. Очевидно, что материальное подтверждение веры волновало и будет волновать миллионы православных. Впрочем, есть и такое мнение. Истинная вера не нуждается в доказательствах. Анна Ахпашева, Владислав Пустовойт, Антон Михайлов. Вести Хакассия. События недели. В этом году хоккейная дружина Саяны Хакассия впервые после длительного перерыва примет участие в чемпионате Хакассии по футболу. Это принципиальная позиция наставника команды. На зеленый газон Виталий Лозицкий выводил Саяны и в бытность главным тренером в 80-е годы. А что касается чисто хоккейных планов, то в скором будущем команда должна выйти в высший дивизион отечественного хоккея с мячом. Об этом Виталий Лозицкий рассказал в интервью нашей программе. Виталий Александрович, добрый день. Несмотря на то, что наши Саяны играют в высшей лиге, все-таки разговор бы хотелось начать с суперлиги. Енисей ровно неделю назад стал чемпионом страны, по-моему, спустя 13 лет. Вот как можно сказать, справедливость восторжествовала или как вот вы считаете? Как вам вообще финал и сам чемпионат? Чемпионат, если коротко сказать, сам финал – это сказка. Енисей заслуженно победил. И я очень-очень рад, потому что я тоже воспитанник Енисея, приверженец школы Енисея. Вы еще 5-2, когда Енисей проигрывал, вам как профессионалу не показалось, что все, Динамо чемпион? Нет, нет, не показалось. Я не знаю, что говорил тренер им Пашкин, но он очень своевременно взял минуту. И это повлияло на это. И этим самым может быть один из моментов, что Динамо расслабились, а Енисей наоборот собрался. Динамо рано посчитали, что они выиграли игру. – Виталий Александрович, Енисей – уникальная команда в том смысле, что она составлена только из местных игроков. Правда, федеральные журналисты маленько передернули информацию, там есть и два из Хакасии спортсмена. А Саяны, когда встали на путь того, что тоже приглашать легионеров и вообще из других клубов, потом эта политика была объявлена неправильной. Вот мы можем создать хорошую команду здесь, на нашей местной базе? – Я всегда был приверженец того, что именно нужно иметь в любой команде, и любой команде легионеры, они не отрицаются. Но это точечное усиление. Всегда должна быть базовая команда, базовая команда из местных игроков. – Вот сейчас правильная политика у Минспорта, что главный упор сделать и на детский и юнорский хоккей. Значит, создана в этом году школа, специализированная школа, республиканская, именно хоккей с мячом. – Ну вот у нас, я так понял, что у нас вообще какие перспективы на Суперлигу? – Есть поставлена задача, что через два-три, максимум три сезона, чтобы команда Саяны Хазачи играла в Суперлиге. – Но тут, понимаете, тут же не столько спортивный принцип иногда. Ну вот, допустим, сейчас сколько наличия финансового средства за то, чтобы взносы платить и разъезды. – Нам нужно начинать потихоньку. Да, сейчас трудное время у команды и финансово этом, или что-то там. Но, тем не менее, еще раз говорю, что надо жить по средствам. Вот какие есть у нас сейчас, значит, мы должны как можно лучше использовать их целенаправленно. – Виталий Александрович, как вот оценить результат команды в минувшем сезоне? То есть у нас 26 игр, 11 побед, 11 поражений, 4 ничьи, третье место в группе. Я для зрителей просто поясню, что в первой лиге, высшая лига, сейчас высшая называется, команда разбита по принципу на три зоны, по принципу Запад, Сибирь и Восток. Саяны играют в зоне Сибирь, где 5 команд, и мы заняли третье место после Енисея, 2 и 2 состава Кузбасса. Вот как оценить выступление команды с таким результатом? А результативность, кстати, неплохая. Точная уровня Енисея, 124 гола забито, и Кузбасса, и у Саян точно так же. – Вы знаете, вот я не обращаю внимания как бы на статистические данные. Я считаю, что, во-первых, для меня хороший результат – это только первое место. Но нужно делать какие-то поступательные шаги. Я считаю, что в этом году команда сыграла неплохо. Ребята старались, и, можно сказать, команда закладывалась с нуля. Я сказал, что вот в этот фундамент, который был заложен в первый камень. Вот говорят, что там такое бытует среди болельщиков, что мы играем с молодежными командами. Это большая ошибка. Во-первых, мы играем с молодежью. Там, да, действительно много молодежи. Но средний возраст нашей команды был меньше у всех, без исключения, кроме Иркутска. Он у нас был ниже, чем у тех ребят, у тех команд. Понимаете, у нас средний возраст в этом году играл от 20 лет до 20 и 80-х. Вот я ему веду по стартовому составу. – То есть средний возраст даже 20-го года нет. – Да, да, средний возраст. Были игры, когда на поле выходили ребята, средний возраст был 20 лет. – Виталий Александрович, вот сейчас как у нас состояние дел в хоккее и вообще в республике? Есть откуда пополнять состав основной команды? – Ну, вы знаете, не в обиду сказано, конечно, но хотелось бы лучше. – Я просто скажу, что в том году, в том году проверенной была дана возможность, почти 40 человек прошли через тренировки совместные наши все. И вот, честно говоря, остались лучшие. Но, тем не менее, еще раз говорю, что не хватает, не хватает таких более обученных молодых ребят, более перспективных. – Ну, в то же время, у нас же есть сборники, у нас есть сборник 77-го года, значит, Семен Чупин, еще есть Лопатин, чемпион мира, лучший бомбардир чемпионата. Способные ребята везде есть, только как их раскрыть? – Вот вы, кроме чисто спортивной подготовки, уделяете внимание и воспитанию игроков, приезжаете куда-то на сборы, ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас, не знаю, приезжаете на сборы, ведете их в музей. И одно из ваших, если человек приходит в команду, если начинает интересоваться, какая у меня будет зарплата, говорите, все, спасибо, до свидания. Но как быть, если сейчас все интересуются зарплатой? – Во-первых, я считаю, что молодой человек, особенно или с детства, да вообще все люди, должны развиваться гармонично. Я всегда говорю, не хоккеем едино живет человек, понимаете? Это вот этот кругозор, интересы, кроме хоккея, должны быть, вы понимаете? А потом они становятся родителями, они должны тоже воспитывать своих детей, и не только хоккеистов, они должны что-то дать, они должны духовно быть богатыми, ребят. Я и продолжаю это, или пытаюсь, по крайней мере. Что касается финансового вопроса, вы знаете, я понимаю, что изменилось время, изменилась страна, но в спорте не должна измениться психология. Вот у меня есть такой пункт, там, мотивация. Мотивация в первую очередь должна быть спортивная. В первую очередь получать удовольствие от хоккея, и только потом нужно зарабатывать. Вот вы вчера встречались с министром спорта Валерием Васильевичем Денчуковым, и решились какие-то вопросы. Какие вопросы решились, и как у вас действующий контракт? Вы остаетесь тренером? Ну, если коротко сказать, что да, я остаюсь. Но я хотел о другом сказать, что вот встречались, мы не только вчера встречались с министром спорта. Приятно то, что министр спорта несколькими днями раньше приходил к ребятам, и в раздевалке состоялась беседа. Я не скажу, что собрание, но такая дружеская беседа. И это очень приятно, это как-то в какой-то степени мобилизовало ребят. Виталий Александрович, до того, как вернуться в Саяны, вы жили в Санкт-Петербурге, и сейчас живете, я не знаю. Но как вот, или вы в Абакан переехали, или так разрываетесь между двумя регионами? Я всегда, живя в Санкт-Петербурге, все это, я всегда гордился тем, что я сибиряк. Понимаете? И останусь, наверное, навсегда им. Где бы не жил я так. У меня есть возможность сейчас жить и в Санкт-Петербурге, и в Германии. У меня старший сын постоянно зовет туда, приглашает, что вот, давайте, давайте. Так что, ну, я еще раз говорю, что я живу хоккеем. Виталий Александрович, не планируете какую-нибудь книгу издать, чтобы мы узнали больше правды о хоккее, о том, как создавалась команда, о том, как сейчас, о том, ну, как бы, скажем так, то, о чем не принято писать в газетах, говорить по телевидению, но больше правды узнать. Вы знаете что, вы так или иначе намекаете, видимо, на мой возраст, что ли. Обычные мемуары пишут уже, когда уходят из активной, так сказать, жизни того или иного дела, понимаете. Но на сегодняшний день я не собираюсь, по крайней мере. У меня нет такого желания закончить активную деятельность. Такие. А когда я закончу, я обязательно изложу. Обязательно. У меня есть наброски такие, это из моей жизни. Я думаю, что мне так, я думаю, что у меня очень счастливая и интересная жизнь спортивная. Виталий Александрович, спасибо, что к нам сегодня пришли. Успехов вам, команде и больше зрителей на трибунах. Вам спасибо. Единственное, вот про зрителей я бы чем хотел сказать. Верьте в команду, любите ее в команду и поддерживайте ее. В любых. Проиграли, выиграли, понимаете. И вот знаете теперь, что вот такое направление у нас есть. И у ребят, и у команды, у руководства команды клуба, у руководителя, у Министерства спорта. Еще раз говорю, что которое очень много делает для становления или возрождения команды Саяна. Виталий Александрович, спасибо вам большое. Вам спасибо большое. У нас в гостях был главный тренер хоккейной команды Саяна Хакасия Виталий Лозицкий. Сэкономить на строительстве надворных построек в своем хозяйстве решил один из жителей Аскизского района. И если бы он не встал на путь экономии, то по-прежнему во многом испытывал бы нужду. А так, благодаря смекалке появилась баня, теперь второй объект на стадии достройки и планов громадье. Запасы бесплатного строительного материала пополняются ежедневно. Ежедневно их экономный хозяйственник создает, когда наводит порядок в местах отдыха на берегу реки Абакан. Сколько отдыхающие выпивают, уму непостижимо. Для большинства это обычная бутылка, которая после употребления ее содержимого уже не находит перспективы дальнейшего применения. Ну, за редким исключением. Поэтому чаще всего находит свое место на свалке. Но люди с креативным или прагматичным подходом находят этому предмету применение не по прямому его предназначению. Анатолий Николаевич, вы можете сказать, что это обычная бутылка, а годная скорее в утиле? Это обычная бутылка, это строительный материал. А вот этого строительного материала, ну хотя бы на эту беседку, в стучном исчислении, сколько у вас ушло? Пять тысяч штук почти. А времени? Времени почти два месяца почти. Все, что необходимо для таких построек, исчисляется не в рублях. Требуется фантазия, свободное время и наличие отдыхающих, желательно бескультурных, приезжающих здесь недалеко на пикник. Каждый уикенд, если все бутылки собрать в кучу, это целая гора строительного материала. Люди гуляют, все оставляют, проставят там. Все, я их все заберу. Много оставляют летом. Я много забираю. Песок для строительного раствора тоже с русла реки. Единственное, зачем приходится ездить в магазин и на что необходимо потратиться, это цемент. Шесть мешков цемента. А песок-то мы мешками возили, я не считал, сколько там мешков. Почти как кирпич, один к одному, за рядом ряд, но класть кирпич уже не интересно, а из стеклянной тары и самому любопытно, что может получиться. Никаких эскизов и предварительных набросков, только мысленно возникшие размеры будущей постройки. Сплошной экспромт от первого до последнего камня, точнее бутылки. Ложим, да? Аккуратно. Опять заново начинаем, может, так, сверху. Так все идет. И быстро, и удобно. И красиво, да? Точно так же возникло на участке баня. Это был самый первый экспериментальный объект. Но по оценке самого хозяина удалась банька в полной мере. Ничем не хуже, чем если бы строил из бруса. Собирая ее из бутылок, сэкономил больше 30 тысяч рублей. А иначе бы и не построил. И может быть здесь минимум эстетики, но зато функционально такая парилка, как любая другая. Самый расхожий от посетителей вопрос, а как стекло ведет себя в большие морозы. Уже одну зиму простояло, отвечает хозяин. И пока ничего. Зимой башни наук, а не дешевле там вообще. Пару нагреться же, а башни наук. Хотя что, не горячие, не холодные, да? Да, не горячие, не холодные. Анатолий Чебодаев на оригинальность не претендует. Идею увидел по телевизору. Но в Аскизском районе, кроме него, пока еще никто ничего подобного не построил. А ведь хозяйство большое. Из такого подручного материала, говорит, можно делать помещение для скота. Хотя бы летний вариант. Стройматериал в наличии есть, время тоже. Останется приобрести цемент. Пока производятся специфические жидкости и фасуются в стеклянную тару, источник необычного строительного материала не иссякаем. Вот этот склад – это часть запасов для строительства бассейна. Кстати, у самого хозяина стройматериала в хозяйстве нашлось не так уж и много. Ну, может, с десяток пустых бутылок. Впереди еще прогноз погоды. А у меня на этом все. Это была программа «Вести», «Хакасия», «События недели». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова